Это последние минуты боя анапчанина Николая Феденовича за звание чемпиона первенства мира по рукопашному бою. Желание противника перевести бой в портер ни к чему не приводит. Ударная техника анапского спортсмена и скорость боя приводят это противостояние к предсказуемому финалу. Я занимаюсь лет 10, готовился с тренером все лето и проходил сборы в городе Алуша. Победу одержал нокаутом. А борьба за победу была действительно жесткой. В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов из 14 стран мира. Спарринги проходили в манеже пульского стадиона «Арсенал». В женских боях показала себя анапчанка Услада Кичигина. После 10-секундного удержания противника она также становится чемпионкой мира. И это несмотря на серьезную травму. Я началась готовить после России сразу же. Также у меня был бой в Китае. И из-за этого я травмировала руку. И мне было очень тяжело как бы выиграть на мире. Соперница у меня была довольно хорошая. Она была очень характерная. У нас в отделении 7 членов сборной страны. Три кандидата в мастеров спорта. Отделение работает у нас уже 2 года. Поэтому стараемся выезжать на все соревнования. Официальные, всероссийские. На Азию, на Евразию ездили. Ребята отобрались на первенство мира. Завевали такие медали. По итогам соревнований сборная России завоевала 34 золотые медали. И первое общекомандное место. На втором месте сборная Узбекистана 9 золотых медалей. На третьем сборная Казахстана 2 золотых награды. Руслан Душевский. Анапа. Регион.